Всем привет! А вы знали, что путешествуя по сайту SCP можно найти много всего другого, кроме объектов и рассказов? Вот есть объект SCP-057, который называется «Всё перетрут», про какой-то подземный комплекс, который представляет собой подземный каменный цилиндр синеватого цвета, который буквально перетирает вошедшего в него человека аномально подвижными каменными монолитами. Объект сам по себе не особо интересен, такой убийца Индиана Джонсов, но занятно, что его исследует доктор по фамилии Льюис. Вроде непонятно, что в этом такого интересного, но это если не знать, что раньше SCP-057 был совсем другим. Когда-то до переноса на wiki.dot сайт SCP работал на движке Edit This. Во время этого переноса многие объекты пропали, позже они были восстановлены, но в список объектов либо не попали и были просто заменены другими объектами, либо были полностью переписаны. По большей части статьи на старом SCP были короткими историями о разных странных штуках. Одной из них была история SCP-057 под названием «Ядро демон». Описание. Объект представляет собой подкритический объем плутония массой 6,2 килограмма сферической формы. Объект обладает уникальными радиологическими свойствами, позволяющими изменять критичность состояния, без какого-либо изменения в связанных переменных, таких как масса, плотность, температура или отражение нейтронов. Опасность достижения критического состояния в обход нашего нынешнего понимания ядерной физики делает его чрезвычайно опасным в обращении. Произошло несколько инцидентов, некоторые из них со смертельным исходом. При активных экспериментах с объектом или вблизи от персонала, похоже, увеличивается вероятность за критических событий. Привлек мое внимание этот объект, потому что он, в общем-то, реален. Все, что в нем написано, является историческими фактами. Все знают, что американцы сбросили на Японию во время Второй мировой войны две ядерные бомбы. Но мало кто знает, что на 19 августа была запланирована третья ядерная бомбардировка, для которой уже был изготовлен заряд. Однако неожиданно удачное и быстрое наступление советской армии 14 августа на Японию вынудило японцев спешно сдаться американцам. Потому что попасть в руки советской армии японский император боялся гораздо больше потери еще одного города с простыми японцами. Ну и, в общем, не прогадал, американцы поступили с ним вполне дружелюбно, сохранив в Японии его монархию. Император Хирохита правил аж до 1989 года, когда умер. Но нам интересны удивительные приключения самой бомбы, полные странных событий и совпадений. Когда бомбу привезли обратно в Америку и разобрали, из нее извлекли шар весом 6.2 килограмма. Шар состоял из трех частей, двух полусфер и кольца, которых разделяло. И нет бы как-то утилизировать или захоронить опасную штуку, решили ученые с ней как следует поиграться. Я бы хотел бы вам рассказать о сути экспериментов с этим устройством, однако как-то не шарю в ядерной физике. Так что, если вы заинтересовались конкретно этим, гуглите ядро демон или заряд демон, в принципе материалов в интернете довольно много. В общем, шар этот вошел в некоторое суперкритическое состояние и убил радиации ученого Крикера Дагляна, который с ним работал и оставил инвалидом охранника комплекса, где все это происходило. Через некоторое время было решено проводить новые эксперименты. На этот раз исследователь Льюис Злотин решил показать ученым-новичкам пару занятных фокусов с радиацией. Но в своей самоуверенности пренебрег элементарными правилами безопасности, в результате чего зрители эксперимента увидели яркое синее свечение, которое называется эффект черенкового вилова. От мягкого голубого света рука ученого буквально сгорела, и сам он скончался через 9 дней, а все присутствующие люди остались инвалидами. Большинство из них умерло от последствий облучения. Все это было почти прямо описано в статье, которое когда-то было SCP-057. После этих случаев для объекта были разработаны особые условия содержания. Все эксперименты после этого проводились манипулятором, а наблюдение за ним велось только посредством камер. Так что, когда вам в следующий раз покажется, что вымышленный фонд SCP глупо расходует сотрудников, можете вспомнить этот случай. Странные приключения Бомбы на этом не закончились. Наигравшись в лабораториях, ученые решили выйти на свежий воздух и взорвать пару райских островов на Атоле Бикини-Ботом. Да, кстати, именно туда поселил своих персонажей автор Спанчбоба. Все это мероприятие называлось операцией Перекресток, и суть ее была в том, что в 1946 году вокруг Бикини-Ботом были размещены старые американские корабли, набитые разными домашними животными, изображавшими экипаж. Местное население насильно перевезли на другие острова, на борту корабля, предназначенного для перевозки танков ЛСТ-861. Планировалось три взрыва, которые были призваны выяснить, насколько эффективна атомная бомбардировка против крупного флота. Эти взрывы назывались события Авель, события Бейкер и события Чарли. В реальности произошло только два первых события. Третьего взрыва не было, так как после второго, во-первых, выяснилось, что ядерное оружие плохо поражает корабли, а во-вторых, произошло неожиданно мощное заражение радиации окрестностей. Вот даже рентген местной рыбы, которая светится в рентгеновском диапазоне как фонарь. Как вы могли догадаться, третий взрыв должен был произойти с участием нашего героя. Бомба SCP-057. Но этому было не суждено произойти, так как США уже тогда были страной со свободной прессой, которая рассказала общественности о том, какой чудовищный урон экологии был нанесен. Американское правительство сделало вид, что ничего плохого не происходит, но третьего взрыва не было. Воральсе история проста, оцените свободу слова, а то придется кушать радиоактивную рыбу. Официальные источники говорят, что после этих событий бомбу просто расплавили. Но мы-то с вами знаем. Бомбы живы. Можно сказать, они почти разумны. Что такое бомба, которая никогда не взрывается? Ее предназначение не выполнено. Это как несбывшаяся мечта. Потенциал этого объекта позволяет убить тысячи, десятки, если не сотни тысяч. И вот это предназначение разрушения просто отменяется. Что если он уже начал свои собственные попытки следовать своей истинной цели? Уничтожение человеческих жизней. Это очень опасная вещь. Его распад не снижает массу. Это заряд атомной бомбы, наделенной собственной волей и желанием разрушать. Не дай нам бог увидеть, как он нарушит условия содержания со взрывом такого масштаба, который мы и представить не можем. Я много раз видел такие обсуждения и на сайте SCP, и на реддите, что, мол, фандому не нужны истории, дословно говорящие о реальных событиях. Все должно быть максимально иносказательно, и вообще у нас тут научная фантастика и мистика. А как вы считаете? Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok